За заслуги перед страной. Нурсултан Назарбаев в канун Дня Защитника Отечества вручил государственные награды и присвоил высшие звания военным и силовикам республики. Репортаж Демир Айдарова. 18 представителей высших офицерских кругов из всех силовых ведомств получили новые знаки отличия из рук президента. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вооруженные силы не только стоят на защите государства, но и играют ключевую роль в воспитании молодежи. Такое понятие, как честь офицера, никогда не забывалось и значение его никогда не принижалось. Истинное мужество воина состоит в том, чтобы самоподдерживать свою жизнь во имя Родины, во имя своего народа. В это время в другой части Акурды в мраморном зале генералы и военные готовятся к вручению медалей и наград. Орден Айбым получила и сотрудница службы госохраны. Она единственная женщина среди мужчин. Командир десантно-штурмовой бригады Алмаз Джумакеев от имени военных заявил, что они с гордостью носят казахстанскую форму. Каждый генерал, каждый офицер, солдат, сержант сегодня готов выполнить любой ваш приказ, а если надо отдать жизнь ради нашего народа и республики Казахстан. Среди вас есть и военные, работники правоохранительных органов и другие. Но есть и такие, которые спасали человеческие жизни, рискуя собственной жизнью и здоровьем. За это особая благодарность. Вы не просто сделали свою работу, но и с честью исполняли свой гражданский долг, служили примером для молодежи. Таким примером может стать офицер Министерства обороны Олжас Баукен, который вытащил из горящего дома ребенка и пожилую женщину. На моем месте любой военнослужащий, любой гражданин бы это сделал бы. Большое спасибо главе государства, моему военному руководству, которые так высоко оценили мой поступок. Глава государства напомнил об образе настоящего военного, на которого равняются мальчишки. Мужчины, офицеры должны соблюдать внешний вид. Не расширять ремни, а чтобы с каждым годом их становилось все короче. Тогда военная форма на вас будет привлекательным и это вообще правильно. Впрочем, по количеству награжденных сегодня лиц, а их 60 человек, запас прочности у казахстанских силовиков есть. Уже завтра состояние своей обороноспособности Казахстан покажет на параде в День защитника Отечества. Дамир Айдаров, Артем Злобин, 7 канал.